Привет, я Стив Кейли, старший пастор церкви Волна, Вирджиния Бич, штат Западная Вирджиния. Как всегда, хочу поблагодарить вас за то, что вы пригласили меня с этой программой в свою гостиную, номер отеля, домой или в какое-то другое место. Я уверен, что вам понравится сегодняшнее послание из церкви Волна, мы проговорим сегодня слово в вашу жизнь. Готовьтесь, это слово изменит вашу жизнь. Вы удивитесь тому, как Божие Слово может помочь вам в повседневной жизни. Человек в зеркале Помню, как я в детстве смотрел «Белая снежка». Кто из вас смотрел ее? Сейчас она более качественная, но в моем детстве анимация была довольно грубой. Но я могу вам гарантировать, что в вашей жизни есть такое говорящее зеркало. У каждого из нас. Мы постоянно говорим сами собой. И все, что вы говорите себе, в это вы начинаете верить. Если вы говорите, что вы ужасны, бесполезны и никогда не достигнете успеха, то все, что говорит это зеркало, станет правдой. Все, что вы говорите себе, станет самореализующимся пророчеством. Библия говорит так. Каковы мысли в сердце человека, таков и он. Мы — результат наших слов. Я хочу поговорить с вами о человеке в зеркале. Во-первых, хочу сказать, что жизнь — это зеркало. Жизнь отражает вам, вас самих. Слышите, да? Если вы щедрый человек, то жизнь отражает вам щедрость. Если вы жадный человек, то жизнь отражает вам жадность. Общество тоже отражает вас. Вы находите таких же людей, как и вы сами. Один человек идет в церковь и говорит, «Это самая недружелюбная церковь». Другой человек идет в ту же церковь в тот же день и говорит, «Это самая дружелюбная церковь». И оба будут правы. Правда в том, что жизнь отражает вас самих. То, как вы видите себя. Как вы видите себя, так вы и видите жизнь. И так потом жизнь отражается для вас. Я хочу вам еще раз подчеркнуть, что жизнь — это зеркало. Библия говорит, что это даже касается того, как вы видите Бога. Как вы видите Бога, так Он и действует в вашей жизни. Вы меня слышите, да? 17-й псалом. С милостивым ты поступаешь милостивым, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Если человек думает, что Бог злой, то он замечает только выражение злости Бога. Если человек думает, что Бог милостивый, то замечает выражение Божьей милости в своей жизни, несмотря на то, кто Он на самом деле, на всю Его суверенность и вездесущность, Бог отражается в нашей жизни именно так, как мы о Нем думаем. А если вы думаете, что все вокруг нечестные, то в вашем мире все, с кем вы будете иметь дело, будут нечестными. Если вы думаете, что все вокруг ищут только выгоды, то в вашей жизни будут встречаться только те, кто ищут выгоды. Мне очень нравятся люди, которые верят в теории заговора. Я провел небольшое изучение теории заговора. Мне хотелось узнать, что мотивирует людей идти по этому пути. И вот что я выяснил. Люди, которые верят в теории заговоров, очень эмоциональны и подозрительны. Но их не волнуют доказательства. Подумайте об этом. Жизнь отражает вам то, кто вы на самом деле. Я говорю это уже 20 лет. И скажу это еще раз. Люди видят вещи не такими, какие они на самом деле, а такими, как они и сами. Почему? Потому что жизнь — это зеркало. Я хочу, чтобы вы запомнили, это жизнь, это зеркало. Для негативного человека мир всегда негативный. Для позитивного человека мир всегда позитивный. Аминь. А вот вам еще одна мысль. Слово Божие — это тоже зеркало. Кто из вас когда-нибудь читал Библию и видел в ней себя? Бывало такое? А потом приходилось открывать снова, если вы вдруг закрывали, пугались поначалу. Посмотрите, что сказано в послании Иакова. Нам нужно не только слушать, но и исполнять слово. Об этом также говорится в Евангелии от Матфея. Но для начала Иакова, 1 глава, 22 стих. Смотрите, тут написано вот что. «Будьте же исполнителями». Не просто закрывайте слово, а будьте исполнителями, а не слышателями только, которые обманывают сами себя. Итак, в 7 главе Евангелия от Матфея Иисус говорит почти то же самое. Человек, который слушает мое слово, но не практикует его, похож на человека, построившего дом на песке. Сегодня утром я слушал епископа Микбета. Я очень люблю слушать его по воскресеньям. И сегодня он подтвердил мою мысль. Он сказал иногда, «Вы обвиняете епископа и думаете, что епископ уже не такой помазанный, как раньше». Но дело не в том, что я не помазанный, а в том, что вы никогда не увидите прорыва в жизни, если будете просто слушать мои слова, но не практиковать их. А я подумал, «Ну давай, давай, епископ! Ты говоришь в самое яблочко». Ибо кто слушает слово и не исполняет это слово, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Он увидел в себя в зеркале и, честно говоря, испугался. Например, в ранние годы моего христианства я пил лишь ради того, чтобы напиться. Что же мне делать? А Библия говорит, что пьяница – не место в Царстве Божьем. И у меня была дилемма. Я увидел себя в Слове Божьем. Но если бы я это проигнорировал, то моя жизнь никогда бы не изменилась. Мне нужно было практиковать это. Понимаете, да? Итак, жизнь – это зеркало. И весь этот месяц мы будем говорить о человеке в зеркале. Хорошенько рассмотрите там себя. Проблема в том, что жизнь отражает вам вас. Аминь. Нам нужно учитывать не только то, что мы видим, потому что то, что мы видим, зависит от нас. Поэтому мы не можем позволить столько жизни учить нас. Слово Божие должно учить нас. Слово Божие показывает нам нас. Но потом мы должны с этим что-то делать. Сегодня у меня есть для вас большое слово. И это большое слово – почтение. Я хочу поделиться с вами мыслями о почтении и о человеке в зеркале. Очень часто я слышу от пасторов один и тот же вопрос. Как нам создать культуру почитания? Почитание. Обычно они спрашивают об этом, потому что люди в церкви становятся слишком фамильярными с пастором. Так портятся прекрасные отношения. Поэтому они хотят знать, как развить культуру почитания. Некоторые люди думают, что поможет, если люди начнут называть меня пастор Стив. Мне не важно, как вы меня называете. Вы можете называть меня преподобный, епископ или будущий король. Называйте меня как хотите. А можете звать меня просто Стив. Но я знаю, что многие родители не хотят, чтобы их дети называли меня Стив. Они хотят, чтобы дети обращались ко мне «пастор Стив». И я с ними согласен. Если вы этого хотите, то я с вами согласен. Дело не в том, что мне это нужно. Так вы просто пытаетесь научить своих детей почтению и уважению к старшим и к лидерам. Я это понимаю. Но вы можете называть меня как хотите. А если у меня не будет помазания Божьего, то никто не будет следовать за мной. Я пытаюсь сказать, что почтение не строится на титулах и ритуалах. Вы не можете построить почтение в браке, в отношениях, в стране, только на титулах. Если не верите мне, то посмотрите на нашу страну. Это всего лишь Дональд Трамп. Нет. Бог не делает исключений. Я говорил то же самое и о президенте Обаме, когда он правил. Свержение лидеров — это не путь к почитанию. Так не бывает. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Пункт номер один. Не смотрите на снимок жизни человека, а смотрите на весь фильм его жизни. Вспомните фарисеев. Если посмотреть на них в один момент, то они выглядели идеально. Они были правильно одеты. У них были правильные слова и правильные поступки. Они красноречиво говорили. Они казались мудростью и голосом Божиим. Они хорошо, очень хорошо знали Ветхий Завет. Кто-то сказал, что Иисус никогда не называл никого животным. Вы не знаете, о чем говорите? Иисус говорил о собаке, которая возвращается к своей рвоте. Он называл фарисеев порождением ехидны. Думаю, иногда у нас слишком радужная картина о том, каким был Иисус. Но Библия говорит, что он лев из колена Иудина. И он умеет рычать. О, уж поверьте. Иисус говорил с фарисеями очень жестко. Мы говорим о почитании. Будьте осторожны с тем, кого вы почитаете. Вы слышите меня, да? Иногда проявить почтение – это не сказать ничего, а иногда, напротив, высказать все, что вы думаете. Иногда в почтении, иногда жестко. Смотрите, что говорил сам Иисус. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми». Аминь. А внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными. А внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Очень жесткие слова. Бывает так, когда на конференции кто-то говорит обо мне с большим почтением. Но на самом деле, я ему и не нравлюсь вовсе. Я думаю, хорошие слова. Но ваше сердце при этом очень далеко от меня. Ведь так? А в Евангелии от Марка, в седьмой главе. Иисус ведь тоже об этом говорил. «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах Исаии». Как написано, «Люди эти чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». В какой-то момент человек может выглядеть и говорить хорошо, но не смотрите только на снимок. Смотрите на весь фильм его жизни. Почтение подразумевает деньги. Притча, 3 глава, 9 стих. «Почитай Господа своим имением». Вот тут у вас был шанс подключиться и сказать вместе со мною «Аминь». «Спасибо за вашу реакцию». «Церковь, надеюсь, вы все еще со мною?» «Почитай Господа своим достоянием, первыми плодами, от всех своих урожаев». То есть почтение включает в себя и деньги. Вы можете сказать, что почитаете Господа, но если вы действительно почитаете Его, тогда вы должны приносить Ему свое достояние и первые плоды вашего урожая. Мы почитаем Бога нашей Десятины. Давайте посмотрим первое послание Тимофею, 5 главу, 17 стих. Вот что тут сказано. «Достойно начальствующим пресвитерам должна оказывать сугубую честь». Эта фраза означает «двойную плату», особенно тем, которые трудятся в слове и в учении. «Ибо Писание говорит, не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Посмотрите, насколько почтение важно для Бога. Также Ветхий Завет, 2 книга Паралипоменон, 1 глава, 11 стих. «И сказал Бог Соломону, за то, что это было на сердце твоем, и ты не просил богатства, имения и славы». В английской версии сказано «богатство, имение и почтение». Бог относит почтение в ту же категорию, что богатство и имение. Вот что почтение значит для Бога. Вы меня слышите? Вот как Бог ценит почитание. «Оно так же важно, как богатство и имение». Видите? «И душ неприятелей твоих, и так же не просил ты многих дней, а просил себе премудрости и знания, чтобы управлять народом моим, над которым я воцарил тебя. Премудрость и знания дается тебе, а богатство, имение и славу, или почтение, «Я дам тебе такие, подобных которым не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя». Почтение очень важно. И Бог считает почтение важным и ценным. Вы это видите? Далее четвертый пункт. Почтение можно ошибочно принять за излишнюю фамильярность. Один из главных врагов почтения – это фамильярность. Это может случиться в браке, когда вы теряете почтение друг к другу. Вы уже не цените друг друга. Понимаете, о чем я? Это может произойти во взаимоотношениях, на работе, в правительстве, в любой ситуации. Это может произойти даже в церкви. «Ага, это наш старый, добрый пастор Стив!» Если вы неосторожны, то можете потерять это чувство почитания. Посмотрите в Писание. Возможно, вы думаете, что у Иисуса не было проблем с недостатком почитания. Конечно же, Ему удалось этого избежать. Он же Бог. Это же Иисус. Он же воскрешал людей из мертвых. Ну, смотрите, что говорит Библия. Не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве Своем и у сродников, и в доме Своем. Иисус говорит, что иногда пророк остается без почтения. Иными словами, не будьте слишком фамильярными с Божьим помазанием. Мать Иисуса, Его братья и сестры были виновны в излишней фамильярности по отношению к Иисусу. Родственники, соседи и близкие Иисусу вступили в опасную зону для человека в зеркале. И ветхом, и в новом завете мы видим людей, которые ступали на эту опасную землю. Как-то Аарон и Мариам сказали, «А почему-то Моисей решил, что только он может говорить с Богом. Разве через нас Бог не говорит?» Они хотели иметь равное положение и влияние. А Бог сказал, «Это Я выбрал Моисея. Почему вы выступаете против него? Это Я помазал его и сделал лидером». Написано, что после этого у Мариам появилась проказа. Они искали такого же почтения, не понимая, что Моисей не просто человек. Он особенный человек. Все равны, но некоторые немного выше. Уберите почтение из брака. Я покажу вам грустный и печальный брак. Уберите почтение из страны. Я покажу вам разделенную и проблемную страну. Раздробленную. Уберите почтение из церкви. Я покажу вам церковь, где все делается очень медленно. Это еще мягко сказано. Сейчас я вам что-то покажу. Евангелие от Матфея, 13 глава, 54 стих. «Почтение. И придя в Отечество свое, то есть в свой родной город, каким бы он ни был, учил их в синагоге их». Так что они изумлялись и говорили, «Откуда у него такая премудрость и сила? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его, и Аков, и Осий, и Симон, и Иуда, и сестры его, не все ли между нами? Так откуда же у него все это? И соблазнялись о нем». То есть они спрашивали, «Кем это он себя возомнил? Я женат на его сестре. Мы же вообще-то родственники. Он что, возомнил себя Богом? Может быть, он шутит? Да, наверное, это правда». Посмотрите, что говорит Библия в следующем, 58 стихе. «И не совершил там многих чудес, по неверию их». Я думаю, что проблема была не только в неверии, но и в излишней фамильярности. «Он сделал мой кофейный столик. Он же наш плотник. Он на меня работал. А теперь он вдруг большая шишка и говорит, что он мессия». Я видел такое в церкви. Когда Бог вдруг помазывает одного человека и начинает его поднимать, и тогда другой человек, с которым они были раньше на одном уровне, начинает говорить, «Я его не узнаю. Он так изменился». Но я хочу сказать вам, что единственный, кто теряет в этом случае, это тот, у кого нет почтения. Когда вы пытаетесь стянуть человека вниз, вы тянете себя вниз и портите свое собственное будущее. Так что будьте с этим осторожны. Пункт номер пять. Почтение отражает ваше отношение к вашим родителям. Аминь. Почитай отца и мать, чтобы иметь долгую жизнь. Почтение подразумевает также отношение и к власти. Аминь. Это будет последний пункт, потому что наше время подходит к концу. Но перед тем, как закончить, посмотрим еще послание к римлянам. 13 главу, 1 стих. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены, посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Ты хочешь не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга. Тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель, в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Потому что вообще-то, по-хорошему, это всегда лучше, чем когда тебя тащат на аркане. А вот теперь шестой стих. Смотрите. «Для сего вы и подать и платите?» Знаю, это уже слишком. Так думают некоторые из вас. «Для сего вы и подать и платите?» Ибо они Божие служители, всем самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать — подать, кому оброк — оброк, кому страх — страх, кому честь — честь. Это было Слово Божие. Ну и как же теперь выглядит человек в вашем зеркале? Примечательно? Ну, если вы верите в это, тогда исполняйте. Библия говорит нам исполнять Слово. Аминь. Молюсь, чтобы это Слово было в вашу жизнь сегодня. Вас удивит то, как Божье Слово действует в повседневной жизни. Сейчас хочу обратиться ко всем, кто слышал это послание сегодня. Я обращаюсь не к тем, кто просто находится в церкви, в здании. Я обращаюсь лично к вам, где бы вы не смотрели эту программу. Я хочу задать вам вопрос. Вы знаете Иисуса? Являетесь ли вы христианином? Переживали вы когда-нибудь личную встречу с Иисусом? Я хочу помолиться. Может, вы однажды уже молились этой молитвой, но вы знаете, что вы уже не живете для Бога так, как раньше. Тогда давайте помолимся вместе. Просто скажите, Господь Иисус, я прошу Тебя, приди в мою жизнь и прости мне мои грехи. Я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя во имя Иисуса. Аминь. Если вы помолились этой молитвой сегодня, может, в первый раз, а может, вы просто захотели снова посвятить свою жизнь Христу, я бы хотел, чтобы вы связались с нами. Вся необходимая информация находится на экране. Просто скажите нам, что вы помолились сегодня этой молитвой, напишите нам на почту stivkelly.tv. Если вы скажете нам, что приняли такое решение, я бы с огромной радостью отправил вам подарок совершенно бесплатно, просто чтобы поздравить вас с тем решением, которое вы сегодня приняли. Мы с радостью приглашаем вас в Церковь Волна в следующее воскресенье. Мы растущая церковь, любящая Бога, жизнь и людей. У нас есть несколько кампусов, расположенных по всему Хэмптону, чтобы узнать о местонахождении кампусов и часах служения, заходите на наш сайт. Я бы хотел еще раз обратиться к вам и сказать о том, что у вас есть уникальная возможность стать частью нашего служения. Эта программа, транслирующаяся по телевидению, является одной из самых популярных христианских программ с самым высоким рейтингом в Хэмптоне. Я бы хотел поблагодарить вас за то, что вы смотрите нас каждую неделю и предложить вам стать нашим партнером. Я верю, что именно благодаря нашим верным нынешним партнерам и тем, кто к нам присоединится, мы сможем транслировать эту передачу на уровне страны и даже за ее пределами. Сейчас эту программу уже выпускают в России и на Ближнем Востоке. Если вы хотите посеять свои финансы, принести щедрую жертву, если хотите пожертвовать сейчас или присылать пожертвования еженедельно или ежемесячно, мы с радостью дадим вам всю необходимую для этого информацию на сайте, адрес которого вы видите на экране. Станьте нашим партнером и помогите нам распространять это меняющее жизни послание. Бог создал тебя не для того, чтобы ты просто занимал здесь место. Иисус был распят на кресте и воскрес из мертвых, не для того, чтобы мы сдавались и просто выживали. Мы будем процветать во славу Иисуса Христа. Когда вы доверяете Богу, когда вы говорите, «Господь, я буду идти вперед, я не буду стоять на месте», вы получаете поддержку с небес. Небеса будут всегда рядом с вами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok